И вот «Буран» почти готов. Для его перевозки с московского завода на Байконур была переоборудована знаменитая «Эмко» Владимира Мясищева. Глядя на эту авиационную сцепку, не верилось, что изящный самолет может поднять такую громадину. Тем не менее, эта конструкция взлетела и взяла курс на Байконур. Приближался день пуска. Испытатели, учившие «Буран» летать, очень хотели быть на его борту. Но с самого начала решение было однозначным. «Буран» полетит без пилота и сядет в автоматическом режиме. 15 ноября 1988 года. Погода портилась на глазах. Накануне старта было штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Главные конструкторы долго совещались, но все-таки дали разрешение на старт. Этот момент, наконец, наступил. В такие минуты все слова кажутся лишними. Давайте помолчим и посмотрим, как это было. Буран вышел на орбиту. Ему предстояло сделать два витка. Всего лишь на один, больше, чем в свое время сделал Гагарин. Как похожи два этих события и какая пропасть лежит между ними. Наши космические победы стали возможны благодаря усилиям миллионов людей, о которых нужно обязательно вспомнить в этом фильме. Но страна изменилась. Время героических совершений прошло. Буран был обречен. Многие понимали, что его первый полет, скорее всего, окажется последним. Взлетел МиГ-25 с кинооператором. Ему первому суждено увидеть Буран после возвращения из космоса. Буран пошел на посадку. Трудно было поверить, что он делает это самостоятельно. Борясь с сильным боковым ветром, Буран подошел к земле и коснулся бетонки почти в центре расчетного ромба. Самолет пробежал по полосе и замер, отклонившись от осевой линии меньше, чем на метр. Это была наивысшая точка траектории развития советской космонавтики. Событие попало в Книгу рекордов Гиннесса, как первое в мире полностью автоматическая посадка орбитального корабля. Буран сбросил тормозной парашют. Впоследствии его так и не нашли. То ли ветер унес в степь, то ли растащили на сувениры. Прошло почти 14 лет с момента старта русского шаттла. Все эти годы Буран простоял на Байконуре. Сооружение, где он находился, пришло в негодность. Крыша размером в два футбольных поля рухнула с высоты 70 метров и похоронила под собой и ракету, и самолет. В катастрофе погибло 8 человек. Кадры, которые вы видите, снимало МЧС России. Камера была неисправна. Или пленка бракованная. Но других кадров мы не нашли. Буран и энергия выдержали испытания космосу. Но погибли на Земле. Официально сегодня программа не закрыта. Понимаете? Поэтому сегодня вот расписаться, чтобы закрыть эту тему, ни у кого не хватает. Не хватает усилий воли, чтобы взять и сказать, «Ребята, давайте все-таки спишем, и будем начнем историю нашей космонавтики с чистого листа». Я знаю, что вы все любите мечтать о космосе и немножко завидуете нам, особенно мальчишки. А знаете, мы вам тоже завидуем. Мы летаем в космос, но это начало. Вас ждут планеты и неизвестные миры. Вам и дальше штурмовать Вселенную. Вспомним звездный печал и учебный штурвал, Как нас Юра в полет провожал. Юра в полет провожал.